Стартуют продажи билетов на поезда в Крым. Стартуют продажи билетов на поезда в Крым полночь 32.8.2019 года. Обновлено. Полночь 35.8.2019 года. РИА Новости. Алексей Мальгавка. Укладка железнодорожного полотна при строительстве Крымского моста. РИА Новости. Алексей Мальгавка. Москва. 8.00 РИА Новости. Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартует в пятницу, 8 ноября, сообщила компания Grand Service Express, которая выбрана оператором этих перевозок. Пассажиров будут перевозить именные составы дальнего следования Таврия. Выбрать и оплатить билеты можно как в железнодорожных кассах, так и на сайте компании-перевозчика. Стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне Купи стартует от 2966 рублей, в СВ от 9952 рублей. Из Санкт-Петербурга до столицы полуострова в Плацкарте можно добраться по цене от 3,5 тысяч рублей, вкупе от 3906 рублей. Первый поезд в Крым поедет 23 декабря из северной столицы. Таврия, номер 7-8, сообщением Петербург-Севастополь отправится с московского вокзала в 14 часов МСК и пробудет в пути 43,5 часа. Всего на этот маршрут выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. 6 ноября, 13.38 Туризм. Эксперт. Турпоток в Крым может вырасти на 10% благодаря поездам. Москву с Симферополем свяжут четыре двухэтажных состава с вагонами купей СВ, поезд номер 27-28. Движение запустят 24 декабря. Первый Таврий из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23.45 МСК и пробудет в пути 33 часа. Ранее сообщалось, что для начала движения поездов дальнего следования закуплены 166 вагонов различного типа двухэтажные, купейные и плацкартные. Кроме того, для ВГУП Крымская железная дорога, КЖД, закуплены тепловозы ТЭП-70ТС и электровозы ВЛ-10. В КЖД в октябре отмечали, что инфраструктура вокзала в полуострово подготовлена для работы и приема пассажиропотока поездов дальнего следования. В частности, капитально отремонтированы все шесть вокзалов Крыма в Симферополе, Севастополе, Феодосии, Евпатории, Керчи и Джанкое, а также проведен текущий ремонт пассажирских зданий на железнодорожных станциях. Мост в Крыме с Краснодарского края самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили раньше, чем ожидалось. Президент России Владимир Путин открыл автодорожную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автомобильного транспорта запущено 16 мая прошлого года. Вчера, 19.19 рия новости названа стоимость билетов на поезда в Крым.